Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Надо подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления. Этим видео я начинаю показывать вам партию в Сидмэр Сивилизейшн 6 Гэзерин Сторм за Зулусов на карте Расщеплённый Фрактал. Правда, на самом деле мы играли за случайные цивилизации, но мне выпали Зулусы и нет смысла это скрывать. А вот какие цивилизации будут у моих соперников, секрет, и будем открывать их по мере прохождения. Кроме того, мы проголосовали за возраст мира новый, а ресурсы изобильные. Традиционно спонсоры канала всей серии видят сразу в вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку большое. Для остальных зрителей серии будут выходить раз в день. Ну и прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и оскорблений участников. Вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра! Ну что ж, достались Зулусы, достались. Но проблема в том, что мы играем на расщеплённом фрактале. И это скорее морская карта, чем наземная. Ну и вот и получается... Ну и Канду, наверное, всё равно придётся строить. Понимаете, я вот здесь думаю, что надо всё-таки город сюда стать. Если морская карта, то здесь не имеет смысла. То есть нужно гавань. Гавань и... У меня моря нету вообще близко даже. Да? А вы уверены, что это морская карта прям должна быть? Расщеплённый фрактал... О, кстати, я два континента сразу. Ну, фрактал — это не морская карта. Это просто очень рандомный материк. Такой очень изрезанный. Да. Морская, морская. Блин, сразу четыре очка получил. Не, ну как-то... Блин, ну министера, кажется, надо сюда ставить. Кампус-то всё равно здесь. То есть это я не убираю какое-то место от камня. У меня просто меньше клеток для обработки будет, к сожалению. Но что поделать? Что надо посмотреть? Мне кажется, тут тоже гора будет. Вряд ли это оно вот так сделано. Великолепно, отлично. Меня всегда уделяет, почему так долго грузим за первый ход. Потому что я очень долго гружусь. Ну, ещё и новый мир, то есть Минбердаши. Что-что? Спонсорство для самого медленного компьютера. Типа обычно рис на лугах, а пшеница на равнине. Рис на болоте всегда. Ну, понятно, да, на болоте, но... Ну ладно, я ставлю тот город. А тут всё равно ставлю. Не надо скаутов мне. Я, конечно, подумаю, может, мне одного скаута достаточно будет. Такие. Ну да, видите, тут гора. Начну с лошадей. Так, значит, смотрите. У зулусов их способность заключается в том, что их корпуса и армии имеют бонус к атаке. Ещё плюс 5. Плюс ещё и корпуса раньше открываются. Ну вот, видите, это может быть вообще морская. Сейчас вообще могу без бонусов остаться своих. Ощущение такое, что я сейчас на озере... Правда, это озеро. А вот непонятно, к сожалению. Так, руинка. Ну тут озеро. Тут главное не пройти по этому озеру, блин. Что мы хотим в руинке найти? Ну я либо рабочего, либо... Либо рабочего, либо реликвию, пожалуй. Да, изобильные у нас, кстати, поставлены ресурсы. Но вот у меня, в моём случае, не особо видно, что они как-то сильно изобильные. Деньги дали. Да, пойду. Это я просто карту открываю, и она мне всё больше и больше радует. Блин, я вот думаю, может уже строители делать? Слушай, это всё-таки сарказм или правильно? Сначала был сарказм. Нет, давайте всё-таки ещё разве... Просто смотрите... Просто смотрите... Смотрите, почему не имеет смысл спешить со строителем. У меня просто нечего обрабатывать пока. Нечего сказать. Нечего обрабатывать просто. То есть... Ну я так понимаю, у всех мест они хантаны, да? Да, я как-то... Мы же на изобильном. Я точно помню, что я ставил изобильный. Ну как-то странно. Далеко не изобильный, да? Так вот и надо всё. Очередине, как всегда, начитил там себе. Три лошади. Вот тут пустыня будет. Ммм. Лошадь в пятом радиусе. Это вообще шикарно. Я как ему скинусь, не что? У меня вообще лошадей даже близко нет. Есть длинные луки, а есть длинные пастбища, да? То есть это тройное будет. Не, ну два хода нормально строить всё. Никому не скинуть, скажи. Все печальные. Никто не хочет расстраиваться ещё сильнее. У меня в столице лошадей лошадь только одна. Там просто в тундре, короче, рядом прям с тундрой. Так, кстати, вот тут кампус и тут кампус. Так, челенья в тундре. А рядом с тундрой. Я много разведал просто. Пантеон на культуру к пастбищам ясно кому отходит. Да нет, зачем? Если лошади, надо другой. То есть это уже по плюс три. Так, слушайте, может здесь поставить правительственную площадь и такую ромашку сделать? Ну, всё. Какой другой. Ну, блин, надо ещё территорию открыть. У нас стратегические ресурсы не работают на лошади. Работает. Нет, он работает на... Все, значит, грузит, грубо говоря, другие ресурсы, кроме лошадей. Потому что всё другие ресурсы. Он работает. Да, он работает. Сто процентов работает. Сто процентов. Здорово. А вот и сосед. Привет. Там же прямо в Пантеоне написано, что на шахты. Это здорово. Нет, нет. Там он работает на лошади в том числе. Так, лошади есть у меня. Хорошо. Блин, тут проход, конечно, слабо. Ладно, я, наверное, дуболомом туда пойду, а этим вот скаутом туда сбегаю. Так, ну можно в очередь уже ставить строителя. Я думаю, я тут выкуплю лошадей. Пожалуй. И... Так, сделайте, на ход быстрее растём. И надо горное дело открывать. Горное дело, потом открывать мореходство. Потом гончарочку. Так, пока у меня минус в том, что нету ресурса роскоши рядом со столицей никакого. Я вообще ничего не могу обработать. Ну, я тоже так думаю. Сейчас вот. Ага. То есть Сиам... Ой, Сиам. Блин, цвета Сиамы из 5-й Цивы, поэтому... Горю Сиам. Испанец где-то вот тут должен быть. Вообще, лояльность видна? Нет, лояльность его не видна. Но мы встретили этот седьмой ход. Ему, в принципе, далековато могло идти. Если тут вообще сплошные равнины, а не холмы, то ему было долго идти. Я сюда иду, потому что тут он все исследовал. То есть там вряд ли будут руинки. Я хочу сказать, может, тут будут. Но, как вы понимаете, город мне надо будет в эту сторону ставить. Куда? Ну, скорее всего, на озеро поставлю, а не на реку. Потому что на реке здесь как-то... На реке здесь еще можно будет еще какой-то город впихнуть. Ну, всем понятно, что надо будет в сторону Сиама. Блин, Сиама. Испанца. Подлагивает. Антон, ничего не слышно. Я прекрасно... Так, что нормально слышно? Да. Вот, все. Я просто, чтобы вас немного не отвлекать от микрофона подальше отхожу, если надо... Зафиксируй себе это положение. А ты знаешь, что можно на кнопку нажимать, чтобы не отвлекать? Да у меня просто кнопка включения фантомного питания микрофона очень далеко тянуться. Включение фантомного питания микрофона. Кнопка настроить просто на клавиатуру кнопки. На дискорде, да. На дискорде. А, я просто, видите, дискорд не настраивал. Я дискорд фактически только для вот этого чатика взял. Я редко пользуюсь. Играю один. Не социально. Грустная история. Настрой дискорд! Не, ну в условиях коронавируса, конечно, не грустно. Это что надо? Интроверты выживут, я так понимаю. Так, отчитался. Характер мерзкий, не женат. Нордический, нордический. Ну хочется вот сюда пока, город. Я, конечно, сейчас посмотрю, что тут. Просто если я тут ставлю, то сюда никуда. Ну, хотя вот сюда город влезет. А вот интроверты и экстраверты, это вообще как делится? Типа вот сангвиники и флегматики, это... Ой, это меланхолики и флегматики, это типа интроверты. А холерики и сангватики... Нет, это разные... Нет, это разные... Это вообще разные типы. Разные вообще. Это есть темперамент, а есть тип характера, вот это вот все. Блин, наверное, сюда встану. О! Блин, тут еще какие-то земли, но они для меня закрыты. Блин, это не очень прикольно, честно говоря. Я хотел спросить, а что за буст сервера с 3 февраля? Ммм, это мы когда-то там, не помню, скидывались на то, чтобы можно было стримить в 1080p. Ну, это не совсем скидывались, подписка попала. Ну, типа такого, да, то есть, ну, там нужно было сколько-то набрать бустов. 15. Ну, и что... Так, а что за с 3 февраля, это что? Это с того момента, когда он бустил этот сервер. Это чтобы стримить, это чтобы на этом сервере, тут в Дискорде, можно было стримить в 1080p. Ну, типа такого, да, наверное. Блин, это вот, вот это типичный, конечно, фрактал. А и тут еще куча территорий, да. О, да. Еще испанец ушел, интересно. Может, у него... Блин, блин, надо не забывать, что это фрактал. В том-то и дело, что тут могут быть очень дебильные... Так, нам надо в любом случае медь обработать, это сразу два... Два ускорения мне даст. В любом случае лошадей. И очень хорошо, что сейчас появился вот этот буря. Как у вас по территории, ребят? Вполне неплохо. Очень странно, у меня очень странно. А как по цивилизациям? И по цивилизации неплохо. У меня территория абсолютно не соответствует цивилизации. Но, в принципе, ну, то есть с отрывом от цивилизации, ну, более-менее территория. Гор, правда, нету, нефига. Правда... Ага, так, пошел туда. Так, здесь обошел моего дуболома. Класс, класс. Так. Значит, идем пока сюда. Надо думать, куда ставить город. Честно говоря. Ага, тут меха. Может, все-таки на этот лес, где у меня дуболом стоит? Тогда еще вот тут сверху место для города останется. Вот здесь где-нибудь. Да, наверное, надо сюда. Давайте. Так, город. Так, город, получается. Ну, тут нету смысла, ну, тут такая грустная какая-то территория. Ну, и сюда город пока влазит. Что на этой кишке? А то, я уверен, что сейчас кто-то тут еще внизу будет. Мы еще должны кого-то съесть как-то... Ага, ГГшка. Культурная, отлично. Это, кстати, для Зоуса очень в тему. Нам же в наемников надо идти. У нас как раз в наемниках открывается... В наемниках открывается возможность... Как только тебе не написано. Ай, ты молодец. Что, Монголия? Монголия и война сразу? Так? Я так понял? О, первый встреча. О, Кумаси. Слушайте, Кумаси... Слушайте, вот Кумаси прям нам надо союзить и в него караваны пускать. Это столько культуры будет. Странно, все говорят про Монголию, но при этом никто не опасается Монтесуму и Ацтеков. Ну, для Монтесумы и Ацтеков надо хоть что-то сделать для усиления мощи. А для Монголии просто караван отправить. Караван кинул, и ну как бы и все. Караван дружбы, да? Вот тот самый. Вот тот самый легендарный. Так, давайте смотреть на лояльность. Ага, вон. Вот где-то тут Испания. Ну, нормально. В принципе, добегаем. Да, жалко. На фейлы не посмотришь его. Вот именно, да. Привыкли смотреть за фейлы. Так, а вы... Кстати, Япония выиграла тогда в прошлый раз? Вчера? Ну, вчера скраснули. По факту Японец выиграл, да. Да нет, на самом деле, если бы ты... Проложить торговый путь еще. Сбирать, а не сидеть и думать там. Ну, или смотреть, как мы идти рокер пройдут, то Челени бы выиграл. Слышите, а вы для кого стримите? Мы же в спонсорочной сидим. Там кто-то вообще нашел. Хайдвин. Для меня. Понял. Поэтому я и сказал, лови друг. Понял, понял. Заранее обговорено. Спонсор друг, а не спонсор товарищ. Так. О, как-то испанец мимо прошел. Спонсорный. Да-да-да. О, какое у тебя чудо, Бангладеш. Республика Бангладеш процветает, да? Да. Ты ему что-то против меня хоть как-то... Алексей, не желаете ли вы захватить Бангладеш в ближайшее время? А что, ты с другой стороны, что ли? Нет. Да нет, он просто так предлагает. Смысл вопроса, да. Если он единственный у меня сосед, то я лучше с ним союзиться буду. Караванчик. Ешь не Монголия! Ну, если Бангладеш играет как бот на божестве, тогда получится. Понятно, вроде обидел, а вроде бы и нет. Ну, мы ж... Я не знаю, как он играет. Я с ним первый раз играю вообще. Ему, наверное, нравится, когда Леша его перетаскивает из канала в канал. Ну, значит, пускай посидит там. У меня от игры еще отвлекаться. Ой, он, походу, вылетает. Или я вылетаю. У меня ничего не двигается. Да нет, двигается. У меня все работает. У меня ничего не двигается. И все. Пропал. Ну, это не смешно на самом деле. Да-да-да. Это будет не смешно, когда вы будете рестарт грузить. Все, вылетаю. Нет, а вот это вот вроде. О! Куда пошел? Подожди. Подожди. Поселка ведут, да? Да-да. Друг, постой. Не убегай. Постой, поселок. Не стучите колё... Не стучите по воске. Блин, я уже три ггшки нашел тут. Хоп, поселок, не шей мне срок. Да-да-да. Нет, хоп, поселок, мы подошли из-за угла. Хо-о-о, поселок. Я сразу вспоминаю вчерашние разговоры насчет поселков из-за того, как два раза чуть было поселка не отжали. Кряду человек. Кто был таким везучим человеком? Так, теперь у меня тоже поселок есть. Не стурди. Да нет, по-моему. Так, кому мне брать? Суперландры, пустыни. Причем он пических лесов. Первый раз рекой тоже нет. И оставил вошадь на том же самом месте. Причем снова пошел, и снова на том же самом месте. А, да-да-да-да-да-да. Вспомнилось. Лагеря нет, каменоломни нет. Да. Вчера-пузык. Рудники. Гера от каждого вошадника. Да, пузырча-пузык. Ну вот, поставил город, эх. Как-то мы часто играть начали, да? Уже не помним, когда это было. Может, от плантации? Дайте, от плантации. Все имеют плантации дофига. Ну, как там сказали, кто-то слишком много спамит Гаврилана. Это просто великий коронавирус повлиял. Ну, надо возвращаться тогда скаутам. Не давать тут испанскому скауту выделываться. Мне мем понравился, который связан с киберспортом. Так, мне вообще надо бы обработку брать. 2020 год, киберспорт единственный вид спорта. Кстати, по поводу спорта. В США внезапно все гантели раскуплены. Интересно, для чего? Потому что позакрывали фитнес-центры, да? И народ теперь дома. А я хотел пошутить, чтобы бумагу прессовать. Туалетную. Накручивать на гантели. Четырехслойную расслаивать на двухслойную и накручивать на гантели. Нет, ты что, прессуешь, чтобы маски делать? Звучит как план. Может, письменность открыть и построить кампус? У нас нет проблемы с бумагой такой. Так, куда он пускал? Куташу любви, я жалжу. Мне жена купила 12 рулонов еще до того, как это случилось. И все, на полгода хватает. Ой, я куда-то я поставил. Я ее бы остановил от этой идеи. Хотя кто его знает? Промахнулся что-то с меточкой. Может, с тебя бы начался весь этот кризис. Вот тут кампус, кстати. Расскажите людям, которые скупают гречку и туалетную бумагу, что дефицит может начаться как раз-таки издали. Кстати, как раз мем, который вышел из-под контроля, есть баскетболисты к Руди Габер. И ему сказали, что вы думаете по поводу коронавируса? И он такой, да это все ерунда. И такой, на пресс-конференце микрофоны потрогал, да? И потом первым, у кого его обнаружили, был Руди Габер. Ну так за него и закрыли-то, собственно, это все. Так, может, потому что он потрогал, поэтому у него и коронавирус. Ну да, он считал, что это все бред. Там не из-за него, там, ребят, там очень большое количество людей заражено. Лигу просто так не закрывают, чтобы вы понимали. Там теряет в среднем просто лига, а именно NBA, полтора миллиарда долларов. Слушай, но она бы и теряла, если бы там ни один баскетболист не был бы, она теряла, потому что люди бы просто не приходили на матчи. Закрывают все эти массовые мероприятия, просто потому что люди не хотят идти там, где массовое скопление людей. То есть тут закрыты все лиги, не только NBA, но и НХЛ, MLB отложило старт сезона и так далее. Это вот еще эти футболисты успели отыграть. У них Супербол был как раз недавно, концерт сумасшедший. Да, да. Хм, какой Мадрид интересный. Ну вот у него явно, вот смотрите, вот это обильный старт. Смотрите, 3-3. Неужели тут никого не будет? Неужели это вся территория моя? Прям не верю. Так. Давайте мастерство. О, пока. Да, открываем. Ну, вот эти города, мне кажется, берутся. Если я нормально выйду в корпуса, то есть пока мы дружим... О, еще один континент. О, куда там? Так, сюда, значит, идем. Блин, я сюда хотел прыгнуть. Блин. Тут должен кто-то быть, и тут должен кто-то быть. Ну, мне лично с местом, можно сказать, повезло. Я бы лучше сюда пошел, понаходил бы все руинки. Мне кажется, тут должно быть дофига руинок. А тут, а тут смысл мне исследовать территорию, тут все у испанца будет. Ну, вот он, видите, он сейчас будет набивать полководца. Он следующий ходом, кстати, потом появится, может, и границ. Мне кажется, надо тут ставить город и тут, и заключать дружбу с испанцем. Так, я тут в очередь ставлю постройку кампуса. Так, где там мои эти импи? Вот они. Но мне бы, конечно, желательно к импи выйти. Низкая стоимость создания и содержания. Ага, копейщиков улучшаются, да. Хорошо. Типа, среднее производство у них 125, а у пикинеров... Мне кажется, переходы очень длинные. Ну, мне почти, что у нас еще не походило... 108, ну, нормально. Вот этот переход, да, да. Вот только сейчас переход начнется. Так, хорошо, разница в силе у этих 41, а у импи тоже 40. То есть разница только... Кто-то где-то... Ну, и в атаке флангов, конечно. Так, воровы. Ох ты ж, друг. Ну, я следующий город сюда поставлю, потому что тут лучше место, чем здесь, а тут я чуть позже. Хотя нету... Ну, ладно, все равно пошли. Ну, ладно, пошли. Ну, не знаю, Маслина, как мы строим... Ну, вот нету смысла сюда идти. Ну, я не знаю... Когырка, я отсюда очень далеко. А ты можешь, Маслина, вниз не ходить и как бы не селиться туда? Ну, у меня тут будут города некоторые. Ну, вот давай, по этой ГГшке границу. Согласен. Так, давайте я бром... По эту ГГшку, ладно. Но ГГшку эту я бы забрал бы. Я хочу этим скаутом вниз пойти. Ну, Толедо и Мадрид берется. Мне этого как бы достаточно. Если эти города будут... Если я их заберу, это первый и второй город, да, у испанцев в будущем, то... А я думал, у меня все хорошо, без соседей, ага. Так, 10 ходов, и мне еще сколько очков надо? Восемь. Это Челлини, говорите? Это я Челлини. А, да. Ну, я... Ребята, стоп. Нет, Челлини. Так, он путает. Маслина говорит мне. Я говорю не Челлини, а говорю... А, слушайте, так, может, все-таки вернем Челлини, кстати? В смысле, ничего. Очень даже... Кто построил его? Ну, ее... Ну, слушай, тут, наверное, было без шансов, потому что у меня... У меня следующим ходом много производств. Да у меня тоже много производств. Ну, этот город, да, это я... Ну, ты не против этого города? Нет, я полностью не против этого города. Это все нормально. Спокойно. А! Ага. А там слева еще... Ага. Я заметил, я заметил... Ну, не буду говорить название города, иначе это сильно много чего даст. Но... Я вижу, кто поставил туда город. Бангладеш, а там тебе воина не убило? Короче, понял. Жизнь у нас... Извержение. Вообще, нифига не слышно. Да, я чувствую, да. Ладно, я... Я, скорее всего, якобы не заберу. Вот сюда приятно везти в безопасном поселенном, потому что тут никого точно не может быть. Блин, надо как-то тут курсировать, может, как-то поймать. Он, конечно, на это озеро может поставить город. Хотя я бы, наверное, выкупил-то клеточки. Ну, давай люкс дружить. Я бы с люксом не дружил. Я бы с люксом не дружил. Точнее, не место, но город. Вот самый крайний город, который я собираюсь... Ох, ты ж мать. О, там плюс четыре. Блин, ну там, во-первых, денег нету выкупить, во-вторых, вырубать лес надо. Ладно. Чё поделать. Ну да, тут... Хотя нет, а ну да, четыре сидели. Так, ну... Ну я поставил метки, куда я дальше... Пока предварительно правительственную площадь сюда, значит, надо. Здравствуй, коры. У тебя вместе... Ну и нафиг ты мне здесь нужен? Люкс. Чего говоришь? У тебя там еще город между... Я поставил метки... Семь ходов. Рядом с логигами вместе. Да-да. Чуть выше твоего города, если поставлю, возле вулкана. Как ты к этому отнесешься? Ну, не очень. Хотя... Ну, в принципе... Ну, я понял на этом, на озере этом, да? Да, на вот этом одиночном озере. Ну, Стасик. Ну, Край, давай поговорим. Ну, что ты сразу начинаешь? Ну, то есть этот человек, это... Ага, да. Всё. О, по-моему. Ну, да. О, следующим ходом ускорится Ранняя Империя, я её открою. Так. Убивай его, то он здесь сейчас как расселится. Давайте, наверное, против варваров уже ставим. Я согласен. Я поставлю здесь три города ровно. И производство. Или строить... Давайте вообще строителей. Я вот, в принципе, с ним распланировался. Люкс, вот здесь вот я... Мой город уже стоит. Вот, смотри. Ну, я тебе метку поставил. Так, ну, не надо вот эту клетку вырубить, потому что там... Ну, ладно. Испанец сказал, что он будет... Ну, да, окей. Город ставить. То есть, вот эта клетка нужна для... ...кампуса. Ну, просто, чтобы... Ты должен сюда путешествовать? Нет, я тут родился. А, то есть... И я, наверное, в Булавайо открою... Ну, я, к сожалению, не могу ускорить обработку бронзы. У меня вообще тут варваров как-то не было. О, мы, кстати, в Балтике. Блин, мне бы вот этот... Блин, что-то я мимо Золотого века пока пролетаю. Но вот этот кампус даст мне... Два, по-моему, очка, да? Хорош. Он необъятен. А я уже спею политическую философию. Вообще не успеваю. Четыре... Я не успеваю. На дальнем-дальнем востоке, хорошо. О! Блин, я не успеваю этот лагерь забрать. Нет. Его сейчас заберет кумаси. Ну, нечестно. Так, давайте вот тут еще если... А, ну тут нормально, кстати, будет. Тут еще какая-то территория есть. Нормальненько. Я вообще ни одного варвара не убил. То есть я должен обработку... Ну, мне надо и канду открыть. Вопрос. Три хода. То есть три... А смогу ли я и канду где-нибудь за три хода построить? По идее, должен смочь. Она будет ускорена. Она у меня в два раза быстрее строится. У меня в булавая, правда, производства нету, нифига. Да я тоже за себя уже боюсь. Блин. Если я и канду построю, то я должен смочь выйти в золотой век. Блин, может кумаси-то не забер... Не, он заберет сейчас лагерь. Давайте я не расставим между вами. А еще, может быть... Нет, сначала будут ГГ ходить, а потом... Не, прослойка, прослойка. Гогрирка, а там что, рядом с тобой еще? Ну, стоит, давайте лечить собой. Лечитесь, ребята, не нападайте, лечитесь. Нет. Просто тут вот ГГ, блин. И там, где я тебя встретил, но там есть еще кто-то. Потому что у меня написано, неизвестный игрок. Ну, Леша тут бегал. Ну, вот он, наверное, встретил. Кого, кого? ГГшку. Какую, какую? Красненькую. Ну, в смысле, культурненькую. Кумаси, которая... Кумаси у вас есть? Не, не знаю, не видел такую пока. Еще кто-то. Значит, еще кто-то среди нас. Врем, обманываем. Блин, ну что через золотым веком делать? Так, а как-то можно обработку бронзы быстрее открыть? Нет, нет, никак. Никак. Купить клетку, поставить сюда. Нет, я не встретил ни одной из них первой не встретил. Ну, первым. Ну, давайте попробуем, ладно. Встретил, Лешки, да. Все равно два хода. А если ни одной Лешки не встретил, как говорите? А, нет, один, все, отлично. Видите, одно... Одного... Одной колбочки не хватало буквально. Пойдем надо этого наркомана ловить, потому что он сейчас будет бегать без лагеря. И, да, может... Не хотим это услышать. Это противно. О, у кого ты играй. Книжна замучивает. О, карраген, здорово. Значит, где-то тут карраген должен быть. А, демонстрировать. А, да, вот. Да, ну, ё-моё. Мама, сума. Хорошо, хоть ты далеко, да? Нет. Три клетки отсюда. Ну, далеко. Я вниз еще где-то... Далеко. Тут как-то ближе, по-моему, где-то бегает. Не, ну, Виктора, нафига мне Виктора брать? Не, так одно дело, где бегает, а другое, где живет. Я очень далеко живу от того места, где мы встретились. И Канда два хода. Но надо строить, к сожалению. Это очень плохо. Да, тогда я выхожу в Золотой Век. Слушай, плохо, далеко же ты хорошо. А в Булава я сколько? Шесть ходов. Если он далеко, значит, Лёша ближе ко мне. А у Лёши нация нехорошая. Насколько нехорошая? Очень. Надо тут строить, к сожалению. Массивный испуган. А нехорошая в военном плане или в экономическом? Ну, блин, в экономическом я бы его не боялся. Понял. Опасы на как пять Лёш из пяти. Блин, наверное, надо было пингалу брать все-таки. Нафига мне, Магнус? Интересно, это через эту клеточку пройду или там меня Гага застопает? О, у меня Булавая прям на железе стоит. Интересно, тут есть соседи? Либо тут мне все знаешь? Хай Гривер. Ну, плохо. Ну, да. Хотя, вроде бы, нет. Я вот эту клетку бы передал, наверное. Это снесен, это тоже. А может быть, наоборот. Кваду Кузи передал бы. Нам нужен Иканда именно для Золотого века и для набивания еще генерала. На чуде торговцев и полководцев. Да, да, это Бангладеш у нас. Не знаю, что у меня есть. Ну, не знаешь, единственное, не единственное. Но по два очка хапать неплохо уже с начала игры. Великий полководец через четыре ходов. Так, сколько этот? 45. Надо эту клетку выкупить. Я все-таки беспокоюсь, что это испанец может сделать. Так, ну и мне надо как-то в культуру тоже. Потому что... Ну, для этого, конечно, Кумасе стоит союзить в первую очередь. Оу. И тут у ребят чудеса. Так, все, вышло с Золотой, да? Да. Ну, давайте, наверное, торговца сначала. Кстати, а полянки я тоже первым встретил? Да. Полянки тоже надо союзить. Так, и ученого я, по-моему, первый набиваю. Повторная сделочка. Ага. Так, а ты не пройдешь там? О. Библиотеки, слушайте, так мне надо, можно... Слушайте, а давайте я лучше... Ну, а там дальше город стоит между... Исследовательский грант сделаю, получу этого ученого. Ну, в смысле, между городом ты там не пролезешь. Я мгновенно строю библиотеку. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!